И вот как стало известно, несколько часов назад казахстанских школьников отправят на весенние каникулы раньше, с 16 марта, а отдыхать они будут до 5 апреля. Студенты же колледжей и вузов перейдут на дистанционное обучение, а вот детские сады продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил вице-премьер Яралы Тукжанов. Он также добавил, что все массовые мероприятия отменят. Это касается не только празднования Науруза, но и проведения военного парада к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Все эти меры прежде всего направлены на профилактику и нераспространение коронавируса в Казахстане. С 13 марта запрет проведения массовых мероприятий. Это праздничных, спортивных мероприятий, зрелищных, культурных массовых мероприятий, проведения конференций, семинаров и выставок другие. Усиленный санитарно-дезинфекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения. Это цены, коммунальное хозяйство, пищевые промышленности, торговли, рынках, общественное питание, вокзалах, аэропортах и гостиницах. К тому же из-за пандемии COVID-19 кинотеатры закроют, но торговые центры, магазины и рынки будут работать. Спортивные матчи же пройдут без зрителей. В общественном транспорте и местах массового скопления людей проведут дезинфекцию. Казахстанцев также попросили воздержаться от проведения свадебных торжеств и празднования дня рождения. Из-за соображений безопасности количество авиарейсов сократили в разы. Что касается компании «Эйрастана», по маршруту Нур-Султан-Франкфурт в неделю было 5 рейсов. Мы оставляем 2 рейса. У нас есть Сатрау-Франкфурт, Суральска-Франкфурт, там тоже мы сокращаем до 1. Мы летаем по маршруту Атрау-Амстердам, с 4 до 1 мы сократили. Нур-Султан-Лондон с 4 до 2. Ну и есть у нас рейсы компании «Скат» в Прагу, там 2 рейса в неделю, мы сокращаем до 1. То есть для наших граждан, которые находятся в Европе, в других странах, есть возможность вернуться вот этими авиакомпаниями в нашу страну. Атрау-Франкфурт